Так, ну вот вроде лучше. Ну, я выключила кондиционер. Ну, а тут вот другая будет проблема с тем, что очень быстро будет... Ну, я выключила кондиционер. Будет очень сохнуть бумага. Проблема в том, что очень быстро будет включен кондиционер. Так, минутку. Ладно, в общем, выживем, я думаю. Как-нибудь. Это с планшета съемка идет. Ну, не знаю, либо вот так. Ну, в общем, будем как-то так работать. В общем, терпите. Что-то у меня давно таких приключений не было. Таких, чтобы прям совсем танцы с буглом. Да что, меня жалко. Ладно, я тут. Я думаю, что я за час, в принципе, управлюсь. Вот завтра, конечно, будет с лошадьми демонстрация. Там, конечно, такая большая объемная работа будет. Но если все будет так очень сильно сохнуть, то, наверное, тоже. Вот пока мы с вами тут полчаса пытались как-то наладить связь, у меня уже лист снова высел. В общем, да, прикольно. Но зато, смотрите, я зато вижу ваши сообщения. Все-таки Инстаграм мне, честно говоря, ближе, чем Контакт. Я не знаю, почему в Контакте так все как-то странно. Остальные же как-то умудряются вести свои эфиры. Сейчас я чуть-чуть поудобнее сделаю бумажку. В общем, ладно, не обессудьте. Давно не было у нас прямых эфиров. Да, бумажка. Бумага у меня хлопок. Бао Хонг С8. Размер не очень большой. 38 на 28. Цвета. Ну, такие стандартные, в общем, какие под руку попадутся. С теми будем работать. Сейчас мне тогда нужно поставить компьютер с фотографией. Кому интересно, фотографии можно скачать из сториз, из моего сообщества в Инстаграм и ВКонтакте. Везде обозначение N-U-W-K-A-U-I. Нюш, Ню-W-K-A-I. Так. Ладно, будем быстро работать, потому что у меня одна розетка. Я прям вообще в ударе практически сегодня. Так готовилась, так готовилась. Так, ну вот у нас смоченный лист. Я здесь смогла купить своих икеевских салфеточек. Очень им, честно говоря, обрадовалась. Так. Ну, я немножко просушу лист. Да, я думаю, те, кто работал хоть раз с С-8, знают, что не самая такая легкая бумага. Ну, причем в предложенных обстоятельствах будем работать, как говорится, с чем есть. Так, главное, компьютер водой не залить. А то второй компьютер у меня точно светит не скоро. Так. Так, теперь смотрите, как я собираюсь работать. Так как у меня, прям скажем, опыт мизерный в рисовании, этих самых пейзажей, то, в принципе, пойдет как пойдет. Уменьте в виду, что сегодня у нас не урок, это скорее так долгожданное, наверное, общение. Вот. Но основной мой подход, он остается прежним. Я всегда рисую от общего к частному. То есть, сначала мы будем задавать большие светоразделы, какие-то... Ну, в основном я первым слоем выделяю свет. Это стандартный мой подход к любой работе. И затем уже в тенях, ну, там по мере утемнения идет еще и детализация. Ну, мы начнем с неба, пойдем сверху вниз, как принтер. Есть вопросы, задавайте. Но я боюсь, что... Я не знаю, насколько вам интересно мое творчество в качестве пейзажиста. Так. Беру слабый раствор. Ну, мои любимые цвета. Это Blue Grey, Натуральная Сиена, Ультрамарин Сепия, Ван Дайк, Оранжевый. Вот кучка зеленых, этих миджеловских. Это Hooker Green, Emerald, Green Leaf, или как-то так он называется. Вот. То есть, смотрим, что у нас есть самого светлого на фотографии. У нас самое светлое – это облачка. Ну, вот мы с них, собственно, и пойдем. Так, буду читать стараться ваши сообщения, если они... Спасибо. Настя, привет! Привет! Вот. Затем я дам небольшую тонировку будущим зданиям. Единственное, что смотрите, какая интересная вещь. Вы можете заметить, что на фотографии довольно хорошо распределены как бы тональные плоскости. Вот у нас идет светлый мост, вот его большая поверхность. Затем такая теневая, ну, даже такая теневая часть городка, рефлексная, с тенями. Ну, и тут вот тоже немножечко. И потом городок немного уже поворачивается к свету, и он посветлее, но заодно он нам дает такую вот глубину картинки. Да, эфир сохраню и потом выложу в этот самый, как его, в YouTube тоже. В общем, все будет сохранено. Кстати, то, что сейчас будет все довольно быстро сохнуть, мне будет даже в каком-то плане на руку. Да, эфир будет здесь сохранен, он будет сохранен в трубе, в YouTube. Ну, и ссылки, разумеется, раскидаю по всем соцсетям. Вот. Вообще, сегодня у нас должен был быть эфир ВКонтакте, но что-то у меня с ним категорически не срослось ни в каком виде. Поэтому придется, придется, в общем, жить как есть. Вот. Ну, ладно, освою я еще контакт. Я думаю, что все, все получится. Очень хотелось именно для русскоязычной аудитории сделать. Ну, ладно. Мы еще, мы еще, как говорится, вернемся. Ну, да, придется мне сейчас немножко пожариться кондиционер. Ну, не знаю. Я почему-то, когда прослушивала записи своих мастер-классов, мне... Ну, я же тоже его с кондиционером как бы снимала. Мне казалось, что там все нормально. Я не знаю, что в результате... Что это было? Что это такое вообще? Почему так получилось? Ну, ладно. Я, как это... Не очень, прям, скажем, сильно большой друг с техникой. Чего с греха стоять? Иногда я с ней дружу, иногда не очень. Люблю я вот свой блюгрейчик везде понапихать. Поэтому то она. Крепитесь. Оранжевые домики вдали я бы сделала голубыми. Ну, потому что, во-первых, все, что вдали, не важно, какого оно цвета, но все равно голубое. Называется закон физики. Потому что если хотим показать максимальное удаление, то добавляем как можно больше голубых оттенков. Ну, опять же, имейте в виду, что я такой себе пейзажист, экспериментатор. Пейзажист-экспериментатор. Вот. Поэтому может получиться, а может не очень. Ну, ладно, вместе посмеемся. Мы этого давно не делали. Правда? Вообще, казалось, что оранжевые вместе с блюгрей дают красивый серый цвет. Наталья, привет! Тебя тоже очень рада видеть. Видеть, слышать. Надеюсь, что здесь у нас точно все получится. Ну, как бы должно уже. Ну, как так? В родном контакте какая-то фигня. Ну, как в родном? Мне он так себе родной. Вот. Я плохой пользователь контакта. Я до конца не хотела уверить, что придется куда-то что-то уходить. Ну, и, собственно, конечно же, старалась, радостно держалась до конца. За все, что могла. Вот, да. Я пока нахожусь в Испании. Буду находиться до 16 сентября. Тут по своим некоторым делам. Поэтому у меня доступ к, в принципе, к Инстаграму он нормальный. Вот. А все, у меня был план делать довольно много прямых эфиров. Ну, я все еще надеюсь, что у меня моя идея, как говорится, она останется. Вот. Спасибо. Я рада, что вы каждый день рисуете. Это здорово. А я вот тут из-за жары вообще просто выпала из всей нормальной жизни. Потому что... Ну, хотя, наверное, смешно говорить, что приезжая в Испанию летом, ожидать, что здесь будет прохладно. Ну, только Аня могла догадаться. Вернее, не догадаться, что оно будет так. Я всегда смеялась над нашими студентами в медуниверситете. У нас одно время стали приезжать много индусов. Как раз я заканчивала университет. У нас открылась международная программа для, так скажем, для гостей. Вот. И они приезжали абсолютно раздеты. Ходили там с порезом лицевых нервов и все прочее. Я все удивляла. Думаю, как же так? Вы думаете, едете в Россию, вы не знаете, что у нас холодно. Ну, не может быть такого. Ну, и вот я приехала летом в Испанию. Не в Абы какую, а в Континентальную. Ну, то есть, где совсем очень жарко. И это нормально летом вообще-то. Ну, и вот сижу и удивляюсь. Почему так жарко? Ну, в общем, Аня такая Аня. Да. Я в своем репертуаре. Только я могла так саму себя удивить. Да, вот представляешь, Вика, я тоже в шоке. Как же так? В Испании жарко. Не могу. Ну, не могло быть так. Ну, в общем, да, бывает. Знаете, в чем прелесть всеми так почему-то не очень любимого балахонга? Это за то, что он, смотрите, он замечательно отмывается. В каком-то плане, ну, все замечательно, бумажечка. Я пишу испанский сюжет. Это, ну, вообще, сюжет не из этой поездки. Это я сто лет назад. Господи, в каком году-то? Наверное, в году 2014. В 2014-м была в Испании довольно долго. Даже два раза подряд. А, и путешествовала по Каталонии. И это один из городков Каталонии. Очень известный. Но у меня проблема с именами. Я никогда ничего не помню. Я обязательно найду, как называется, городок. И расскажу. Очень красивый, средневековый этот самый город. Я хотела сначала рисовать этот, Толедо. Но там совсем было очень сильно забористо по домикам. И я побоялась, что я и так-то не самый крутой профессионал по рисованию городских пейзажей. А тут совсем все грустно будет. Вот, давайте еще чуть-чуть. Ой, мамочки. Накидаем зелень. Вот, и решила взять, ну, вроде как, полегче сюжетец. Ну, как видите. Все весело и интересно. Ну, зеленые я обычно даже не напрягаю себя запоминанием имен. Ну, потому что это дело бесполезное. Если не пользоваться ими достаточно часто, то и не помнишь никогда. Ну, да, наверное, в каком-то плане все эти средневековые городки друг на друга похожи. Там плюс-минус паровоз. Вот. Действительно похож, я согласна. Нет, кстати, как оказалось, комментарии... Вот я тоже сейчас пробую брать комментарии. Нет, комментарии перестали. Ну, так как я не делала давно вообще прямых эфиров. Уф, видите, сколько всего нового. Пока у нас тут не присутствовало регулярно. Да. Ну, я вроде сдвинула картинку. Можно, конечно, еще ее подвинуть, попытаться. Как-то странно. Да, комментарии не убираются. Ну, вы не переживайте. В любом случае, видео будет сохранено. Ну, я надеюсь, что ничего не сорвется. Надо постараться сейчас дорисовать все как можно быстрее. Я думаю, что... Я просто не знаю сейчас, сколько разрешаю сохранять видео. Раньше это можно было, по-моему, часа два. Сколько теперь? В общем, вот. Прекрасный новый мир, в кавычках. Будем... Будем... Ну, будем работать в предложенных условиях, как я уже говорила, что... Ну... А что делать? Ладно. Сейчас зададим еще сразу отражение. Оно такого красивого, болотного цвета. Вот, как раз я иду через Хукер. И этот самый... Как он называется? Мой любимый Ван Дайк. Сейчас сто лет не рисовала пейзажи. Большим удовольствием это сделаю. Может быть, вспомню, как, как говорится, как оно было. Когда-то я... Кстати, у меня неплохо получалось раньше рисовать воду. Я очень любила ее рисовать. Да, тут тоже какой-то дурдом с жарой. Вот мы уже тут все посмеялись, что Аня поехала в Испанию летом. И удивляется, почему так жарко. Вот же ладно. У каждого свои приколы. Я тоже, я не выхожу даже из своего закуточка. Ну, тут и так хорошо. Мне пока никак не работает, честно говоря. Потому что жарко. Невыносимо просто. Даже несмотря на то, что я сижу тоже с кондиционером. Но... В общем... Ну, пока для меня климатизация очень тяжелая. Тяжело дается. И меня это очень здорово, на самом деле, стопорит. Вот. Потому что я люблю работать в холоде. Я люблю, когда бумага долго не сохнет. А здесь я не могу этого... Ну, как бы... Никак. И это от меня вообще никак не зависит. Я тут прыщусь в лужах воды. Стараюсь. Я еще сначала выключала кондиционер. Ну, потому что с кондиционером тоже все, на самом деле, быстро сохнет. Вот. Ну, и в результате за... Сколько я здесь уже? Три недели. Ну, уже чуть больше. Я нарисовала... Сейчас скажу демонстрацию на выставке. Что там еще у меня было. Вот вчера закончила большую... Ну, как бы многофигурную композицию своего курса по балету. Вот. Пока так. Ну, в общем, пока немного. Но я думаю, что я должна уже начать как-то адаптироваться к температурам, к ритму. Вставать утром почему-то тоже неимоверно тяжело. Это тоже оказалось для меня сюрпризом. Ну, в общем, ладно. Еловый цвет лета. Да-да-да. А, еловый? Нет. Это я дома нарисовала. В Казани. А здесь я нарисовала 4 картинки. А, у меня был мастер-класс с американцами онлайн. Мы там рисовали портрет. Мы рисовали марокканца моего сына. Детский портрет. Вот. Короткие видушки можно найти у меня. В этом, как он называется, в YouTube. И, в принципе, во всех моих соцсетях все есть. Вот. Так. Приветствую всех новых прибывших. Так. Давайте смотреть, что у нас тут интересного творится. Ну, в принципе, творится все неплохо. Пока что. Ну, дай бог. У меня, конечно, всегда есть шанс испоганить все в конце. Давайте будем честными. Так. Хочу еще сейчас чуть-чуть теней накидать. Синих. Тени-синих. Так. Берем Blue Gray. Берем Ultramarine. Давайте почувствуем себя импрессионистами. Нет. Почему зря с неба начинаешь? Я тоже с неба начинаю. У кого вообще как лето проходит? Расскажите хоть. Так давно не было прямых эфиров. Я, правда, очень соскучилась. Раньше прямой эфир был как прям, ну так, довольно рабочая обстановка. Теперь прямой эфир – это почти роскошь. Ну, ничего, я все равно научусь осваивать все. Небо нет. Небо тонированное. Небо не белое. Да, вот еще бы. Аня, привет. Еще бы это живописное место вспомнить, как называется. А я вот, ну, я как всегда, в общем, я в своем, на своей волне со своим репертуру. Никогда нифига не помню. Я потом вспомню когда-нибудь. Но, видимо, не сейчас. Вот, еще у меня классная идея по рисованию фламенко. Я думаю, что все видели мой такой мини-репортаж из театра «Ла Латина». Классное место. Очень мне все там понравилось. Я хочу, ну, у меня еще такой коварный план. Я надеюсь, что я смогу заказать себе гуашь. И хочу порисовать. Ну, у меня такие живописные планы вообще я хотела немного порисовать. Ну, в том числе, позаниматься живописью. Ну, посмотрим, как это получится. Пока получается не очень. Вот. И почему-то мне вот эта тема фламенко вообще видится не в акварели. Ну, я могу ошибаться, может быть, потом я как-то больше проникнусь. А видится она мне именно в чем-то таком более пастозном, более размашистом. там, ну, вот что-то типа масла или вот гуашь. Мне почему-то кажется, что тоже была бы неплохим вариантом. Вот. Ну, у меня дома осталось немного. Ну, как не немного, я купила корейскую гуашь. Надо, кстати, нашу попробовать заказать тоже. Говорят, что неплохо. Кстати, как по звуку. Сейчас, когда... А, кстати, он уже все сохнет нафиг. Вот. А то сказали, что в прошлый раз вентилятор работал. Водопад. А это был мой кондёрчик. Сейчас же звук должен быть лучше быть. Ну, я так скромно надеюсь, что оно так и будет. Ну, ладно. Может быть, ещё у меня у телефона, конечно, мозги с ума сошли. Такое. Ну, у меня в последнее время тоже хулиганят. В общем, понять и простить, ребята. Я хотела как лучше. Честно-честно. Так, пойдём сейчас голубые небеса рисовать. Сейчас всю зеленушку только приберу. У меня, конечно, не совсем такая композиция, как на фотографии получилась. Ну, потому что у меня лист вышел более вытянутый. Формат более вытянутый получился. Ну, ладно. Это всё мелочи. Ну, ладно. да зеленые сочные это миджеловские их там очень-очень люблю они классные я вообще редко пользуюсь зелеными но вот тут не могу устоять они мне правда нравится ну и уже давайте пойдем детальки работу работать детали работать через фиолетовые через ультрамарин чуть-чуть кисточку нужно будет загустить потому что название зеленых хукер green forest green olive green yellow green в общем как-то они так называются джокерс 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 через пару недель я обязательно проведу еще один прямой фильмы будем я надеюсь что мы с вами порисуем какую-нибудь классную девушку танцовщицу фламенко очень мне интересно вся эта тема в общем сейчас по сути я занимаюсь опять же своим стандартным разбором на света свет свет свету цвету и тень если света меня слышат да да а горы ультрамарин с фиолетовыми века ты нашла кого процента спрашивать особенно когда они мне не знакомы ну как вы видите у меня уже такая некоторая помойка в цветах это для меня тоже в принципе характерно особенно в темах которые я не очень рисую часто прошу понять и простить да если какие-то цвета там смеси интересуют его продиктую но в основном в таких ситуациях я чем получилось тем нарисовала помойка это конек да помойка это точно конек ну да благородная сеть получается называется цвета вот смесь натуральной сиены оранжевого брюгрей вообще до помойка на палитре это нормально вполне себе стандартное состояние моей палитры как таковой сейчас чуть-чуть немного голубеньких добавим и уже конечно ближе к вот переднему плану мы подходим тут конечно нужно будет так с бумагой в испании все отлично но я пока рисую на той что привезла из дома это этот господи баухонг так сейчас снова оранжевый так моя палитра а если ты имеешь ввиду вот именно эту то ее она что-то дешевая я боюсь собрать но по моему в районе 10 евро она стоит палитра купить ее можно в на арта миранде на по моему только арта миранда сейчас продает с каком меджелла я могу ошибаться на просто больше магазинов не знаю гештакер я знаю продает на германию и австрию тоже продают этот самый как он называется меджелла меджеловские краски вот но найти в общем можно если озадачиться но вот арта миранда точно гештекер точно гештакер простите я сейчас я боюсь что название этого города вам вообще ни о чем не скажет это не город это маленькая деревенька ну это где-то 100 километров от мадрида но по сути прям рядом с мадридом час езды вот боюсь что в большом городе я бы вообще с ума сошла от жары я не поклонник как оказалось в смысле не то чтобы я об этом не знала я честно не ожидала что так жарко будет весело то есть мы тут балансируем научишь все такого тепло тепло холодно как это с переменным успехом нет буал хонг нормальная бумага бумага как бумага как говорится при желании можно на всем порисовать смотря для чего вот например длинные сессии я на ней никогда не рисую мне тяжело на ней она начинает коробиться и и начинает вести во все стороны вот а так она очень цветная она яркая она высыхает она конечно наверное чуть подольше там чем какие-то другие бренды она очень похожа на арш но для меня на ней работать по комфортнее чем на аршике вот ну единственная компакт ней моя претензия это скорее вот когда она начинает высыхать ее начинает колбасить вот это мне нравится нет какой нафиг пленэр тут 40 градусов вы мне смерти желаете я не настолько отчаянно какой 40 тут ночью 31 ребята 31 градус ночи вы можете себе это представить это считается прохладно не сказали подожди это еще не самый худший вариант игра что значит еще лучше у нас в августе бывает до 45 50 поэтому нет вы меня извините нам нафиг пленэры в такую погоду короче при всей моей любви к рисованию я лучше пообнимаю кондиционер ну что еще про был хонг из того что мне в нем нравится мне нравится в том что он держит слои прекрасно и в многослойке он тоже очень яркий правда классный вот в этом конечно он впереди там всех моих основных любимых брендов я же люблю в основном как свою санелье ну санелье тоже бумага крайне любителя вот она усаживается цвет она не любит повторные заходы я про санелье сейчас говорю оба хонг в этом плане рисую сколько влезет главное как-нибудь и и умудрись уложить все будут тени рисовать через алый вот тут у меня кучка красных но я всех суммарно называю алыми и Продолжение следует... Не знаю, мне Сандерс вообще не нравится. Когда-то я начинала с ним, когда он по многослойке работал. Действительно, он мне в этом тогда нравился, именно как многослойная техника. Но так как сейчас я рисую в основном по влажному и уже добираю остатки по сухому, то мне нужна бумага, которая бы это вытерпела. А Сандерс с мокрыми заходами как-то у нас не сложилась. Ну, опять же, на вкус и цвет, как говорится. Ломастеры разные. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Что тоже вполне ожидаемо. Нет. Крыши чуть-чуть буквально тонированные. Прям самая малость. Но это еще, конечно, не конец. Еще будем туда залезать и залезать. Так. Теперь нужно еще чуть-чуть тут голубенькими приударить. Берем ультрамарин, капельку блю-грей. Тут не сто точек схода, просто город полукругом. Благодарю. Передbij. Благодарю. Передari. Чем-чуть. Левика все хорошо, ходит в свой садик. Ругается с бабулей, качает права, чеблевик в своем репестуаре, каждый день созваниваемся, рассказывает, как у него дела, они все ходят купаться, сейчас Казань тоже, ну прямо сейчас, конечно, не очень жарко, но вообще, но вообще буквально несколько дней назад там тоже была жара. Единственное, что, конечно, страдают мои собаки, которых никто никуда не возит купаться, ну ладно. Как-нибудь они, я думаю, это дело переживут. Лева, да, Лева вообще скандалист, качатель прав. Ну, ему есть у кого, собственно, как говорится, а тошинки не родятся, мандаринки, поэтому рассказывают. Бесполезно. Так, наверное, еще чуть-чуть сейчас поработаем над зеленью. Берем хукер, берем ультрамарин, капельку сепии. Сохнет, конечно, все, но ладно. Вот так вот потихонечку, так всяк раз так и продвигаемся. Да, конечно, по мере подсыхания бумаги Становится сложнее, но это тоже все дело такое наживное. Вы знаете, цвет чувствовать, я вам скажу, для меня это большая тоже загадка почувствовать цвет. Я стараюсь, конечно, тоже пытаться как-то освоить все это, но вот однажды я была на мастер-классе у... Есть такая крымская художница Григорьева Климова. Вот по цвету она мне прям очень нравится. И как-то мне повезло побывать у нее на мастер-классе. Ой, какая у меня тут капуста растила. Вот. И она пишет прям открытыми, чистыми цветами. И для меня это было такое открытие, но масло оно себя немножко по-другому ведет. Вот в акварели мне... Я привыкла смешивать, но вы видели, огромное количество цветов. Причем даже если я замешиваю там совершенно несопоставимые цвета, при этом как-то вот с грязью... Ну, справляюсь, более-менее. Но с маслом у меня такого не... Ну, так не получается. Но при этом я поняла, что можно не бояться брать открытые там какие-то суперяркие цвета. Тот же оранжевый, зеленый для лица и там голубые спокойно. Вот. И работает. Просто нужно вот перешагнуть, как бы наступить себе на горло и сказать, что так можно, так тоже можно. У меня больше, наверное, как бы блок стоял в том, что я боялась это сделать. Боялась понять. Ну, не то чтобы понять. Как-то головой-то я все это более-менее понимала. Но, наверное, было страшно сделать. Ну, всегда же очень как-то. Проблематично выйти за рамки того, к чему ты привык. А на самом деле... Ну, вышло. Ну, попробовала. Классно, понравилось, оставила. Ну, то есть, вот в акварели мне удалось применить вот то, что я у нее посмотрела и прижилось. А вот с маслом по-прежнему у меня существует этот затык. Как-то я вот не придумала еще формулу, которая бы для меня работала. Но я же купила тут кучу масла, решила... Ну, в общем, займусь, я думаю, этим вопросом тоже. Так что просто позвольте себе испоганить пару работ, и вы увидите, насколько это классно работает. Так, вопрос про кюветки и тюбики. Вы знаете, это вопрос из разряда, кому какие фломастеры нравятся. Вот, я рисую из тюбиков, да. Мне так нравится. Мне так удобно. Но мне кажется, что это гораздо выгоднее, чем рисовать из кювет. Ну, опять же, не факт, что вам подойдет то же самое. Ну, смотрите, краски не высыхают, я имею в виду, в тюбиках. Долго хранятся, не трескаются там. Все у них хорошо со связующим звеном. Краски в тюбике, они все равно пересыхают. Их нужно тоже закрывать, стараться, в общем, за ними максимально ухаживать, чтобы они лишний раз не пересыхали. А краски, которые у меня выдавлены на палитре, ну, я много рисую, они у меня просто не успевают, в общем, испортятся. Ну, и плюс краски мои, они довольно, они однопигментные по большей части. Есть, конечно, многопигментные, но они концентрированные. То есть, да, бренды, наверное, те бренды, которыми я пользуюсь, наверное, кроме Биджелла, они самые дорогие. Вот, но при этом расход тюбиков, то есть я некоторыми цветами рисую вообще годами. И ничего с ними не происходит. Там тот же вот блю, ой, не блю, грей, а пикок блю или опера, вот они, вот эти вот ядерные цвета, там вообще одним тюбиком можно годами рисовать. По пять лет у меня один тюбик живет, и я еще со студентами умудряюсь с учениками, в смысле, делиться. Ну, раньше на живых мастер-классах, сейчас, конечно, живые мастер-классы немножечко пошли на нет. Ну, не немножечко, а не конкретно пошли на нет. Вот, но вообще, я считаю, что стоит разориться на хорошие краски. Ну, просто потому, что они вам будут долго служить. Вот. По поводу цветов, ну, тут сложно подбирать какие-то советы. То есть я не могу вас научить видеть так же, как я. Могу подсказать, какие краски, ну, в смысле, какие цвета, где хорошие. Но, опять же, это все на мой чисто субъективный вкус. Вот. Я ничей не амбассадор, имейте в виду. Я, как бы, чем рисую, тем рисую. Мне предлагали быть амбассадором, но меня вот смешал тот факт, что нужно рисовать предложенным, а у меня нет определенного, прям, конкретно любимого бренда. Я рисую в зависимости от того, какие цвета мне нравятся. А цвета мне могут нравиться самые... Самые разнообразные, абсолютно от разных брендов, друг с другом никак не связанных. Вот. Поэтому я обычно... Если что-то советую, то это исключительно из моего... личного опыта. Ну, вы как бы сами... Ну, вы должны понимать, что чужой опыт он... Местами полезный, местами как повезет. Так, сейчас еще раз, последний раз пробегусь по всем инстанциям. И, наверное, буду заканчивать. Так. До свидания. Так. Так. До свидания. ... кстати уже все такая на грани того чтобы сказать что все ребята я хочу отдохнуть ну и конечно же не дадим сейчас я снова пройдусь чуть-чуть по горам то есть сейчас у меня конечно так себе там аля прим физика Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и чуть-чуть добавим каких-то деталек... Продолжение следует... 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 который посмотрит со стороны и поможет что-то улучшить или что-то, наоборот, убрать. Курс по пейзажу. У меня на самом деле хорошо получаются лодочки и вода. Я очень надеюсь, что удастся выбраться к морю, порисовать лодочки, ну и вообще просто всякие приятные мелочи. Вот. А там посмотрим. Потому что я хочу, чтобы это было качественно сделано. Чтобы мне не стыдно за себя было. Вот. И когда я точно пойму, что да, вот тут я как-то не облажалась, что я могу это рассказать, помогать и передать то, что я умею, да, я, конечно, сделаю курс, мы с вами обязательно порисуем все это. Но пока я в себе не так уверена. Хотя мне, конечно, очень нравится. А, thank you. Thank you for the kind words. So nice to hear that I am a good teacher. I really did my best. Вот. Вот. Меня похвалили как учитель. Очень приятно. Такие его дела. Поэтому нужно сначала очень много всего отрисовать, прежде чем решиться на какой-то урок. Потому что передавать то, чем сам не владеешь, это очень странно. Thank you. Я по большому счету особо нигде, ну как, особо нигде не училась. У меня детская художественная школа в арсенале, Юдинская, если кто знает, десятая. То есть у меня из официального образования детская художественная школа пять лет в возрасте с девяти до четырнадцати. Вот. Ну, многие говорят, что это тоже много значит. Ну, наверное. Но на самом деле очень много из того, что я поняла, из того, что нам давали, до меня дошло, наверное, спустя двадцать с лишним лет. Ничего не знаю, то ли я такая была недалекая в своем подростковом возрасте, то ли я не знаю что. Вот. Потому что, ну, не заходила у меня эта информация. Когда я училась в художественной школе, вот категорически. Ничего, я там с живописью я рисовала. Меня хвалили за живопись. По рисунку у меня всегда было три. Трояк я вообще не понимала, зачем этот рисунок. Нафиг кому-то сдался. Вот. И поняла это только уже придя на обучение там, к Ване Логину. Ну, у меня еще один преподаватель был. Сергей. Ой, уже забыла фамилию. Сергей. Ну, к сожалению, уже много лет как умер. Вот. Ну, очень хороший педагог был. Вот. В общем, ребята, все, ну, все, как бы, все, что нам дается, оно все нам нужно. Просто мы об этом как-то не думаем, наверное, в свое время. Вот. А потом я рисовала просто как бог на душу положит, как говорится. И уже выиграв только огромный, огромный конкурс, большой, как тут на меня свалилось очень много ответственности, пришлось, конечно, как бы соответствовать статусу, потому что полилось, как всегда, много доброжелателей на меня. А я почему-то очень расстроилась на эту тему. Мне показалось. Ну, этот синдром самозванца, я думаю, что все знакомы. Ну, он как, ну, более-менее знает, что это такое. Вот. Ну, и в итоге я пошла, ой, я тут много творчества разливаю. Короче, я пошла догонять свой академрисунок и вот влюбилась и в рисунок, и вообще. Ну, академрисунок у нас на самом деле был с 9 лет, а в 14 я его уже, да, мы уже закончили. И, короче, ничего я оттуда не вынесла, ребята, из этого академрисунка из курса. Да, зачем эти круги были там и все остальное. Это я сейчас понимаю, и вот когда мне, да, там, объяснили, там, на пальцах показали, что вот, смотри, вот оно нужно вот для этого. Да, вот я научилась теперь все предметы видеть именно в этом, как бы, ключе. Вот оно вот так вот. Ну, это сколько лет прошло, прежде чем до меня все это дошло. Ну, в общем, я не знаю, чья-то была ошибка в преподавании или я такая была недалекая девочка. Ну, в общем, всяко было. Ну, главное, что лучше поздно, чем никогда, правда? вот, потом я пошла учиться, ну, я, вернее, начала не с того угла, я пошла учиться пошла учиться технике акварели. Вот. И, ну, как бы, технику акварели я развела, и все меня вроде как акварели, да, они все хорошо, но вот рисунок какой-то вот плох все. для меня это вообще ничего не знало, не это. Я не понимала, чего они от меня хотят, и от этого еще больше расстраивалась. Ну, в общем, да. Поэтому появился в моей жизни долгий, продолжительный роман с академорисунком, который вот до сих пор продолжается. Я продолжаю ездить в Питер, стараюсь заниматься. Вот. Ну, как мне кажется, что у лучших. Ну, потому что, ребята, если хотите учиться, если хотите учиться, лучше учиться у лучших. Но это все равно, конечно, вложения и временные, и такие серьезные деньги, а языки учила английский из первого класса школы, а испанский в университете. Испанский учила в университете. У меня была практика от университета в Испании на два года подряд. Ну, в смысле, конечно, не на все два года ездила. Там почти по два месяца каждый год было. Вот. И так как, ну, соответственно, в Испании вряд ли кто-то говорил по-русски или по-английски, то я... Ну, и плюс как бы знание языка давало конкурентно... Ну, конкурентные преимущества. Ну, я вот этим и воспользовалась. Я просто выучила язык. Ну, как выучила? За полгода у меня была прекрасная... Прекрасный частный педагог, который меня просто выматывал уроками. Я учила по сто слов в день. И за полгода, ну, я вышла на... Как бы... Ну, на корявое общение. А дальше у меня начались путешествия. Ну, как вам сказать? У меня денег не было особо много. Вот. А путешествовать очень хотелось. И я каталась, моталась по всей Испании, мотылялась там по две недели, спала на улице. На самом деле спала на улице в аэропортах. Вот такая была жажда приключений. Вот. Ну, и вот так вот я через общение собственно и изучала языки. Потом, конечно, после университета я долго не... Ну, не помню. Ну, не востребованный был язык. А потом как-то снова начались выставки. Я познакомилась сначала с испанским художником Пабло Рубен Санс. есть... Ну, если не знаете, погуглите. Правда, классный урбанист. Вот. И в Турции мы с ним тогда впервые встретились. И оказалось, что, боже, я еще что-то помню. Еще не все как бы пропито или проедено. Вот. И тихоньку-потихоньку репетиторы, правда, тех, которых я находила. Ну, мне было скучновато. Я, конечно, потеряла очень многое из того, что я знала. Но навык общения все равно остался. И сейчас я живу в семье своего друга, где говорят только по-испански. Ну, поэтому я немного шепелявлю. В общем, вернусь домой, надеюсь, починю свой русский язык. Ну, вот. Как-то оно так все было. Нет, я очень люблю языки. Я жалею, что я в свое время поленилась и не стала там доучивать французский с немецким моих. Ну, я пыталась во всяком случае учить. Вот. И мне нравится. Языки дарят очень много. Ну, и плюс я немножко попугай. Я очень быстро начинаю пародировать тех, кого слышу. интонации, звуки там, вот это все. Так, ну, смотрите. В принципе, как скетч, наверное, пойдет. Вот. В общем, я старалась, честное слово. Извиняюсь, что, конечно, у нас тут проблема была с изначальным выходом в сеть. Ну, ладно. В общем, жду вас завтра. Завтра мы рисуем красивых белых лошадей. там кто-то спрашивал про референсы. Вы можете найти их в сториз. Плюс у меня есть еще канал Телеграм и ВКонтакте. Там лежат референсы, их спокойно можно скачать. Так, что еще? А, сейчас я напишу, как выглядят мои аккаунты. Нюшкай это телеграмм и сообщество в ВК. Вот, присоединяйтесь, я там всегда публикую новости, референсы, ну, и мало ли что, потому что, ну, вот, всем спасибо за компанию, очень рада была со всеми встретиться, пересечься, правда, было очень классно, очень рада была, правда, искренне. So, guys, who speak English or Spanish, I'm waiting for you tomorrow. Tomorrow we are painting two white horses, the reference photo you can find in my stories, or you can join my telegram channel, you can find the link in the messenger. So, see you tomorrow at midday, we will paint a new great subject. Все, ребята, всем пока-пока, сохраняю эфир, если что, посмотрите еще. ПОДПИШИСЬ!